Здравствуйте, ребята! Сегодня виртуально посетим страны, расположенные на материке Южная Америка. Страны, способные удивить неповторимыми природными пейзажами, реками, озерами и водопадами. Такие картины, которые создает река Каньёк-Кристалис, не увидишь ни в одной части света. Водоросли, которые в ней растут и покрывают дно, соткали ковер из желтых, бирюзовых, зеленых, черных и красных нитей. Чудом света называют водопады Игуасу и глотку дьявола. Выделяется территория Кататумба. Здесь больше дней в году проходят с молниями и штормами. Это явление называют венесуэльским непрекращающимся штормом. Шумные красочные карнавалы длятся несколько дней и охватывают весельем не только жителей всей страны, но и туристов стран мира. Шумные на пляже, который расположен на острове Святого Мартина. Взлетно-посадочная полоса аэропорта настолько коротка, что самолеты должны приземлиться в самом начале этой полосы, а начинается она с берега, где отдыхающие могут коснуться колес самолета, лишь немного подпрыгнув. Способна Латинская Америка удивить и современной архитектурой, но обрати внимание на особенности экономико-географического положения, природные ресурсы, состав территории и структуру хозяйства страны. Название «Латинская Америка», которое закрепилось в 30-е годы XX века, связано с влиянием языка, культуры и обычаев романских, латинских народов Пиренейского полуострова, испанцев и португальцев, которые в XV-XVII веках колонизировали эту территорию. Латинской Америкой называют регион западного полушария, расположенный между Соединенными Штатами Америки и Антарктидой. Общая площадь территории Латинской Америки составляет около 21 миллиона квадратных километров. Протяженность с севера на юг – 13 тысяч километров, с запада на восток – максимально 5 тысяч километров. Границы между материковыми странами большей частью проходят по горным хребтам и крупным рекам. Наиболее благоприятное экономико-географическое положение имеют страны, расположенные в Центральной Америке и на островах Карибского моря. Экономико-географическое положение Латинской Америки определяется тем, что она находится в сравнительной близости от США, но на большом удалении от других крупных регионов. Однако это неблагоприятное обстоятельство отчасти преодолевается притяжением многих важных морских трасс с Панамским каналом, а также тем, что кроме Боливии и Парагвая, страны имеют выход к Тихому и Атлантическому океанам, либо являются островными. Например, Куба – самое большое островное государство региона. Оно расположено на стыке Карибского моря и Мексиканского залива, образующих Американское Средиземноморье. Остров на протяжении столетий был своего рода ключом к новому свету. В составе Латинской Америки выделяют несколько субрегионов. Это Мексика, Центральная Америка, Вест-Индия, анские страны, страны бассейна Ла Платы и Бразилия. В регионе насчитывается 47 политико-территориальных образований, 33 из которых являются суверенными государствами, 13 стран – владений Великобритании, Франции, Нидерландов и США. Большая часть стран находится во владении Великобритании, но монархической формы правления в странах Латинской Америки нет. По форме правления страны отличаются однородностью, большинство являются республиками или входят в состав стран Британского Содружества. Особое место занимает Куба – единственная страна региона, относящаяся к социалистическим государствам. В регионе пять федераций – Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Мексика, Сент-Кинс и Невис. По форме административно-территориального устройства преобладают унитарные государства. Но в настоящее время еще не решены многие вопросы, касающиеся границ и принадлежности территорий. Ярким примером могут служить спорные фолк-лендские острова между Великобританией и Аргентиной. Особый статус имеет Пуэрто-Рико. Пуэрто-Рико находится под управлением США, но не является их неотъемлемой частью. Действие на территории Конституции США ограничено. Верховная власть принадлежит Конгрессу США, а территория имеет собственную систему самоуправления. В 2017 году на состоявшемся референдуме о политическом статусе Пуэрто-Рико 97% пуэрто-риканцев высказались о вхождении в состав США в качестве штата. Несмотря на все сложности политического и экономического характера, в последнее время в латиноамериканских странах наблюдается тенденция к выбору неолиберального пути, развития в экономике и прагматическому сотрудничеству с ведущими странами мира, выступлении за построение новых правил миропорядка, создание многополярного мира. Латинская Америка – регион с быстро растущей численностью населения. Ожидается, что регион Латинской Америки и Карибского бассейна превзойдет Европу по численности населения уже к 2037 году, а в 2058 году достигнет пика 768 миллионов и начнет сокращаться. Латинская Америка – самый молодой в демографическом плане регион. Как следствие, она обладает самым активным трудоспособным населением. Большинство стран находятся на этапе перехода от традиционного к современному типу воспроизводства населения. Несколько столетий происходило перемешивание населения, причем возникали особые группы. В результате сформировался неоднородный этнический состав – европеоиды, негроиды и группы со смешанными расовыми признаками. Потомков испанцев и португальцев стали называть креолами, потомков от браков между европейцами и индейцами – метисами, между европейцами и чернокожими африканцами – мулатами, между чернокожими африканцами и индейцами – самбо. Наблюдается неравномерность размещения населения. Большинство жителей сосредоточено на побережье Атлантического океана. В Мексике, Боливии и Парагвае наряду с испанским языком официальным считают ацтекский и кечуа. Подавляющее большинство латиноамериканцев исповедуют католицизм, который насаждался в качестве единственной официальной религии. Распространен фетишизм. Индейцы сохранили традиционное верование и обряды. Урбанизация в стране происходит высокими темпами и составляет около 76%. В Латинской Америке расположено 10 из 60 крупнейших городов мира. Фактически, Латинская Америка в последние годы стала одним из самых урбанизированных регионов. Большинство городов латиноамериканского типа. Сформировались четыре крупнейших в мире агломерации. Буэнос-Айрес, Мехико, Рио-де-Жанейро и Сан-Пауло. Первое место в этом ряду принадлежит Большому Мехико. Это столица Мексики. Город образует федеральный округ, разделенный на 16 районов. Быстрому росту способствует значительный приток мигрантов. В южной части континента самая крупная агломерация – Большой Буэнос-Айрес. Это столица Аргентины, административный центр, культурный и экономический центр страны. Третьим по численности населения городом является Сан-Пауло. В Сан-Пауло сохранилось множество старинных зданий, музеев и церквей. В то же время Сан-Пауло – один из самых современных городов. Основная его часть застроена небоскребами из стекла и металла. За ними следует Рио-де-Жанейро, город в Бразилии, административный центр одноименного штата, крупный финансовый центр и морской порт на континенте, научный центр. Но для страны характерна ложная урбанизация. Численность городского населения увеличивается быстро. Но этот процесс не идет в ногу с увеличением функций городской, культурной и экономической среды, что приводит к формированию поясов нищеты. Латинскую Америку можно отнести к промышленно развитым регионам, хотя все его страны принято относить к группе развивающихся стран. Доля региона в мировом валовом продукте составляет 8,5%. 4,5% всей промышленной продукции приходится на тройку экономических лидеров – Бразилию, Мексику, Аргентину. В мировом сельскохозяйственном производстве региону принадлежит также видное место. Этому способствует природно-ресурсный потенциал. Хозяйство стран Латинской Америки всегда опиралось на собственные ресурсы. Территория располагает огромной частью мировых запасов редких и рассеянных элементов – ниобия, бериллия, молибдена. Большое значение имеют гидроресурсы – лесные и рекреационные. Хозяйство Латинской Америки получило развитие еще в колониальный период. Оно основывалось на производстве цветных металлов и плантационном хозяйстве. После обретения независимости в хозяйстве начала преобладать монокультурная направленность и господство иностранного капитала. Были определены территории с высоким природным потенциалом для выращивания культур для потребительского рынка США и Западной Европы. До 1980 года на основе многоотраслевой структуры экономики и импортозамещающей модели развития сформировалась экспортно-ориентированная модель экономики. Многие государственные предприятия к этому времени были приватизированы. Кризис 80-х в Латинской Америке назвали потерянным десятилетием. И тому были причины. На социально-экономическом развитии региона отрицательно сказались низкие цены на нефть, финансовая задолженность страны, финансовый кризис партнеров, климатические проблемы, связанные с океаническим течением Эль-Ниньо. Эль-Ниньо – это природное разрушительное явление, периодически проявляется на территории Латинской Америки в том, что на 7-12 градусов Цельсия повышается температура воды, исчезает рыба и гибнут птицы, начинаются затяжные проливные дожди, которые губят урожай, приводят к разрушению и затоплению обширных территорий. После кризиса 80-х прошлого века в регионе начались важные политические и социально-экономические реформы, связанные с демократизацией общественного строя, развитием рыночной экономики, созданием интеграционных группировок. Реформы привели к тому, что роль Латинской Америки в мировом хозяйстве к 90-м годам начала возрастать. Характерной чертой латиноамериканской промышленности является первоочередное развитие горнодобывающих отраслей, которые и сегодня играют большую роль. Регион относится к мировому производителю и экспортеру руд цветных металлов. К концу 20-го века ведущими стали обрабатывающие отрасли. Развивается черная и цветная металлургия. Предприятия выплавляют медь, свинец, цинк, улова, производят сталь. Около 16% мирового производства. Чили удерживает второе место в мире по производству и экспорту меди. Четыре пятых обрабатывающих отраслей приходится на большую тройку. Бразилия, Мексика, Аргентина. По обеспеченности водными ресурсами Латинская Америка занимает первое место среди крупных стран мира. Здесь находятся крупнейшие водные системы Амазонки, Оренока, Парана и другие. В связи с этим топливно-энергетические отрасли наряду с горнодобывающей промышленностью также являются ведущими в экономике Латинской Америки. Из 10 крупнейших ГЭС мира 5 приходится на Латинскую Америку. По запасам гидроэнергии регион занимает второе место после зарубежной Азии. Одну треть электроэнергии вырабатывают на топливных электростанциях. В качестве топлива используют уголь, природный газ и мазоп. В Латинской Америке по-разному относятся к атомной энергетике. На данный момент лишь 2% электроэнергии вырабатывается атомными электростанциями. Бразилия, Аргентина и Мексика помимо использования действующих атомных электростанций строят дополнительные АЭС, в то время как Венесуэла, Боливия и Перу отказываются от своих планов после аварии на атомной электростанции Фукусима в Японии. В последние годы Латинская Америка добилась огромных успехов в использовании своих невероятных ветровых, солнечных, геотермальных и биотопливных энергетических ресурсов. Но энергия, генерируемая этими технологиями, на сегодняшний день составляет всего 1% получаемой энергии региона. Однако, главными энергоресурсами остаются нефть и природный газ. Выделяются и территории с самым низким потреблением энергии. Это Гаити, Кондурас, Боливия. Практически во всех нефтедобывающих странах есть предприятия нефтеперерабатывающей промышленности, таких как Мексика, Венесуэла, Эквадор и других странах Латинской Америки. Нефтеперерабатывающие предприятия огромной мощности построены на островах Карибского моря. Машиностроение выделяется большой материалоемкостью, сложной структурой отрасли. Развитие отрасли зависит от иностранных технологий, контролируется иностранными монополиями. Территориальная концентрация отраслей в Бразилии, Мексике и Аргентине. Машиностроительная промышленность производит автомобили, суда, электробытовые приборы и технику, холодильники, кондиционеры как для внутреннего потребителя, так и на экспорт. Большое внимание уделяется развитию военной судостроительной промышленности. Химическая промышленность также хорошо развита. Основное направление взято на развитие нефтехимии, фармацевтической и парфюмерной отраслей. Лесные ресурсы Латинской Америки занимают половину территории региона. В основном это влажные экваториальные леса. Обеспеченность лесами в три раза выше, чем среднемировая. Разнообразен видовой состав лесных массивов. Запасы древесины оцениваются в 143 миллиарда кубометров, из которых 142,2 миллиарда составляют лиственные породы, остальные 0,8 миллиарда – хвойные. Но с развитием деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности леса активно вырубаются, и это грозит серьезной экологической проблемой для региона. Большое значение имеет текстильная отрасль. В текстильной промышленности выделяется хлопчатобумажное производство в Бразилии, шерстяное производство в Аргентине и уругвайе, производство синтетических тканей в Мексике. Ведущими отраслями пищевой промышленности являются сахарная, плодоконсервная, мясохладобойная, рыбоперерабатывающая промышленности. Основным производителем экспортного тростникового сахара является Бразилия. Нужно отметить, что многие традиционные блюда Латинской Америки основаны на кулинарных традициях коренных индейцев. При приготовлении блюд используются местные экзотические специи и фрукты. Растительные масла, напитки, десерты из экзотических фруктов популярны во многих странах мира. Согласно прогнозов экспертов, в ближайшие годы Латинская Америка может стать одним из крупнейших поставщиков продуктов питания в мире в связи со стремительно растущим спросом на сельскохозяйственную продукцию. Сельское хозяйство Латинской Америки представлено двумя разными секторами. Высокотоварная, в основном плантационная, и малотоварное потребительское сельское хозяйство. Климатические условия субэкваториального, тропического и субтропического поясов позволяют получать от двух до четырех урожаев в год. 10% территории Латинской Америки составляет площадь обрабатываемых земель. Потребительское сельское хозяйство производит продовольственные культуры повседневного спроса, к которым относятся кукуруза, рис, проса, бобовые, батат, маниока, картофель, бананы, томат и другие культуры. Для многих из них Латинская Америка является родиной, и возделываются они уже с давних пор. Плантационное растеневодство ориентируется на мировой рынок. Выращиваются бананы, цитрусовые, кофе, какао, сахарный тростник, хлопок. Возделывают эти культуры в мелких крестьянских хозяйствах, где широко распространен ручной труд. Высокотоварное хозяйство занимается выращиванием пшеницы, кукурузы, ячменя, риса, используя при этом новые высокоурожайные сорта. Районы товарного зернового хозяйства возникли в Аргентине, Бразилии и Мексике и представлены крупными капиталистическими хозяйствами. Под воздействием растущего городского спроса стало развиваться товарное овощеводство, садоводство и цветоводство. Цветоводством особенно славятся Колумбия и Эквадор. Таким образом, в настоящее время на растеневодство приходится две трети стоимости валовой продукции сельского хозяйства. Для повышения доли экспорта внедряются новые аграрные технологии. На три страны Бразилию, Мексику и Аргентину приходится две трети парка сельскохозяйственных машин региона. На внутренний и внешний рынок работают районы экстенсивного скотоводства. Такие районы есть в Уругвае, Бразилии, Парагвае, Чили, Венесуэле. Это крупные помещичьи владения с использованием крестьянского арендаторства. В Латинской Америке популярны разведения лам и альпака. Благоприятные природно-климатические условия позволяют осуществлять круглогодичный выпас скота. Животноводство имеет мясное направление, но в то же время увеличивается производство молока и молочных продуктов. Аргентина занимает второе место в мире по экспорту говядины. В Бразилии активно развивается птицеводство, и его продукция также идет на экспорт. Отходы тропического земледелия и рыбная мука позволяют создавать товарное свиноводство, которое уже имеет около 10% мирового поголовья. В засушливых районах распространено тонкоронное и полутонкоронное овцеводство. Важное значение в странах Латинской Америки имеет коневодство. В качестве тяглого силы лошадь используется повсеместно, особенно в районах производства зерновых. Верховая лошадь и мул – главный вид транспорта в глубинных районах. В Аргентине, Бразилии и Уругвайе ведется племенное коневодство. Во многих странах развито товарное пчеловодство, имеются крупные современные пасеки, принадлежащие кооперативам. Почти во всех странах существует морское рыболовство. В наибольшей степени оно развито в Перу, Мексике, Колумбии и Чили. Озерно-речное рыболовство практикуется слабо. Несмотря на огромное видовое богатство морской фауны, объектом товарного промысла является лишь около 30 видов рыб, ракообразных и моллюсков. Транспортная оснащенность Латинской Америки низкая. Ведущую роль в перевозках занимает автомобильный транспорт. Наиболее важными магистралями является Панамериканское и Трансамазонское шоссе. Однако многие территории практически лишены современных дорог, что сказывается на их социально-экономическом развитии. Несмотря на большую протяженность железных дорог, 10% протяженности мировых железных дорог, их пропускная способность очень низкая. Отсутствует единая железнодорожная сеть, неодинакова ширина железнодорожных путей. Недостаточно развитый внутренний водный и трубопроводный транспорт. Много лучше развит воздушный транспорт. Он является связующим звеном со многими территориями региона, особенно в Центральной Америке. Обеспечивает международные связи. Две трети парка самолетов приходится на Бразилию. На внутренних авиалиниях действуют частные местные авиакомпании, а на международных иностранные. Огромную роль играет морской транспорт и морские порты. Все дороги в регионе ведут к морскому порту. Внешнеэкономические связи осуществляются в основном с помощью морского транспорта. Он обеспечивает 95% грузооборота международных перевозок. По тоннажу флота первые места занимают Бразилия, Аргентина, Мексика. В развитии экономики многих стран Латинской Америки большую роль играют рекреационные ресурсы. На протяжении нескольких столетий Латинская Америка продолжает удивлять и вдохновлять путешественников. Бурное развитие получил международный туризм в Мексике, на Багамских островах, в странах Карибского бассейна, Бразилии. Древние города, яркие самобытные культуры, вековые и совсем новые храмы, удивительные пейзажи. Для многих путешественников со всего мира именно страны Латинской Америки в туристическом смысле пестрый букет направлений. Но, тем не менее, социально-экономическое развитие Латинской Америки во многом зависит от решения следующих задач. Продолжение политики либерализации экономики, укрепление суверенитета и независимости стран, поддержка внутреннего производителя, развитие экспортных отраслей, адаптация инфраструктуры под новые потребности общества, использование макроэкономического регулирования, интенсивное применение собственных ресурсов. В странах Латинской Америки действует большое число иностранных компаний, вывозящих сырье, ресурсы и продукцию. Также есть зависимость внешнеторговых связей от стран Запада. Наблюдается тенденция к снижению уровня жизни населения, ухудшению качества жизни. На сегодняшний день каждая страна региона специализируется на экспорте одного или двух видов продукции. На текущий момент страны Латинской Америки играют незначительную роль в мировом хозяйстве, ориентируясь только на рынок США. Многие эксперты указывают на то, что Латинская Америка превратилась в один из самых медленно растущих регионов мира. Не снижается уровень безработицы и нищеты. Чтобы избежать этого неблагоприятного развития событий, Латинской Америке необходимо увеличить инвестиции в инфраструктуру, технологии и человеческий капитал. Также необходимо расширить взаимодействие стран с международными организациями, членами которых многие из них являются. Все страны региона являются членами организации объединенных наций, входящих в организацию американских государств. Венесуэла – член организации стран экспортеров нефти. Мексика – блока нафта. Многие страны Латинской Америки являются членами Британского Содружества наций. В Меркосур сосредоточено 55,3% населения стран Латинской Америки и Карибского бассейна, 40% – прямых зарубежных инвестиций, 33% – объема внешней торговли стран региона. Объединение представляет собой по размерам и экономическому потенциалу второй после Европейского союза «Таможенный союз» и третий после ЕС и «Нафта» в зону свободной торговли. При рациональном планировании и использовании природных ресурсов совместными усилиями и взаимопомощи в сотрудничестве в различных сферах странам удастся решить социальные и экономические проблемы региона. На этой положительной ноте, ребята, мы завершаем знакомство с особенностями социально-экономического развития стран Латинской Америки. Всего вам доброго!